Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Управляющий Рижским свободным портом Анци Зелтенч на студии Добрый день Сейчас поговорим об актуальных событиях В Рижском порту и вокруг него Я знаю, что на прошлой неделе была Очень интересная конференция Международные эксперты в Риге обсуждали Долгосрочное развитие портов В городах Вы тоже были одним из участников, я так понимаю, выступающих Может быть, несколько слов о том Действительно, для чего это была конференция Какие выводы вообще вы пришли? Да На прошлой неделе Собралось довольно Много экспертов С 26 стран Мира То есть С континентов и Северной и Южной Америки, Африки и Европы Что это такая ассоциация? То есть ассоциации состоят Организации, представляющие себя Портовских городов Так, наверное, можно сказать То есть, конечно, муниципалитеты Как Это нормально имеет свои организации И порты имеют свои профессиональные организации Но эта конкретная организация Объединяет те порты и те города, где есть порт И, конечно, в основном разговоры и проблема решения ведутся вокруг синергии Порт-город Относительно решений всяких проблематик И они очень не похожи на то, что существует и в Риге И как это все будет развиваться, учитывая И те задачи, которые стоят глобально Относительно охраны окружающей среды И в том числе, как бы, исторических, архитектурных объектов То есть, который город, который порт Как это решает, как внедряется порт жизни города И как жители города живет вместе с портом То есть, индустриальной зоной И, как бы, одна из таких, наверное, важных вещей в этой конференции Была утверждена программа работы организации И программа целей на следующие десятилетия То есть, 2030 года Так что, в этой программе несколько пунктов Они почти один к одному То, что мы имеем и в своей программе развития И, как бы, был хороший разговор Интересные, как бы, решения Интересные идеи Как, который город То есть, решает разные, скажем так, нам актуальные темы Вот еще важное событие произошло Совсем недавно Первый контейнер Вот был, я так понимаю Отправлен В рамках вот этого Коммерческого электронной коммерции центра Китай-Латвия Вот такое трансграничное сотрудничество Вот что это? Что это за контейнер? Я так понимаю, что это довольно перспективное направление Электронной коммерции Может быть, если так И для слушателей, чтобы было понятно Как бы, наверное, основной фокус Это не контейнер Более вопрос Относительно этой платформы И коммерции То есть, в принципе, заказов И заказов всяких товаров В среде интернет Которой уже ничего такого Совсем нового нету Но это уже такая платформа Которая работает Вот Балтия Латвия, Балтия и Китай И в основном, конечно Основной объем Всяких таких товаров Они прилетают Или улетают На самолетах Но есть и такие Объемные Объемные партии Которые Все еще перевозятся По морскому пути В контейнерах И это Как бы Такое Общее мероприятие Так как порт Тут тоже был Всязан То есть Показывает Что вот это направление Работает То есть, конечно Смотреть, что это будет Какой-то огромный Грузопоток Конечно, нет Но с другой стороны Это, конечно Груза С довольно повышенной Ценностью То есть И это Не только Перевалка грузов Но и обработка И как бы Всякие Всякие услуги Которые Все связаны с логистикой Так что В этом плане Это позитивная Позитивная Направление Так что Чем больше таких будет Тем Как бы Больше и лучше Будет развиваться и порт Если мы говорим О первом квартале Какова динамика Вообще Перевалки грузов Должен сказать Сразу, что Динамика На Первый квартал Негативна Это Опять Надо сказать Связано с углем Но не в том Что Как бы Как-то сократился Объем угля Который Сейчас Переваливает Через Латвию Это более связано С Переходом Терминалов С правого берега На левый На новые терминалы Креусала Это конечно Технологический Процесс И Часть Угля То есть По объему Который Мы переваливали Это сейчас Выходит На Другие Латвийские порты Венспос И Лепая То есть В общем Если смотреть По Железной Дороге Там Никаких Кардинальных Изменений По Транзиту Угля Нет Но что Позитивно Как бы Все Направления Генеральных Грузов Продолжают Расти В том числе И контейнерные Перевозки Так что Если смотреть И с точки Зрения Как бы Не то что Переориентации Но как бы Повышение Других Сегментов Грузов Без Энергетических В том числе Угля То как бы В этом плане Тенденция Очень позитивная Я думаю Что мы Будем Его И сохранять И Продолжить Так что То есть По второму кварталу У вас в принципе Позитивные прогнозы Да Я думаю Что да Посмотрим Как это все Видит На На полгода То есть Первая декада Июня Опять позитивно Так что Я думаю Что и Относительно Угля То есть До конца До конца Года Терминалы Преуспеют Ну то есть То что То что Было запланировано Так что Посмотрим Да Что касается Вот каких-то там Вложений В инфраструктуру Планируете ли вы Что-то в этом году Или может Уже начали Вкладывать Фактически Мы продолжаем Тендерный процесс Относительно Объекта Переезда С Твайка На Кунзинселу То есть Это один из таких Сейчас основных Важнейших Проектов Который Мы должны Завершить Это конечно Мы имеем Те же самые Проблематики Которые все Потому что Относительно Цен На строительство То есть Они все-таки Летят довольно В космос И это Довольно Влияет на то Что Потому что И заплаты растут Для строителей И это конечно Такой один из факторов На который мы смотрим Чтобы сфинансировать Этот проект Но без этого Есть ряд Таких Небольших вопросов Которые мы хотим Последить Ну наверное Следующие полтора года Решить Это один из Из них Будет и касаться Той же самой Кунзенсела Это относится Существующему Железнодорожному Дорожному мосту То есть Мы хотим Его Довольно Быстро Реконстрировать Потому что Как бы это ни было Новый и новый Переезд Это будет Только Двадцать третий год Это все еще Впереди Но Это мы можем Сделать Оперативно Довольно Оперативно И Как бы Улучшать Сообщение В том числе И железнодорожные На и с Острова Кунзен Терминалов С острова Кунзен Что касается Этого масштабного Проекта Я понимаю Что он Больше Завязан На железную Дорогу Но Ожидаете ли Тут Каких-то Изменений Когда Начнется Строительство Рао-Балтик Само Строительство Рао-Балтики Я бы Сказал Она Наверное Будет Влиять На Логистику Существующей Железной Дороги То есть Как она Будет Организоваться Потому что Собирается Кардинально Перестроить Центральный Центральный Вокзал Это Один из Таких Важнейших Узлов Слевого На правый Берег Или справа На левый Но Что еще Важно Важно Наверное Строительные Материалы Порт-Рига Имеет Конъюнктуру Грузов Которые Относятся И строительству В том числе И щебенки Которые Я полагаю Что Вы можете Это Тоже Услуги Представлять Я думаю Что И терминалы И компания На счет Этого Направления Смотрит Так что В основном Конечно Шебенка Она Приходит Скандинавии Этот Как бы Этот рынок Очень Близкий Так что Я думаю Что И в каком-то Приличном Объеме Рига Сможет И обрабатывать Эти грузы Сейчас Стал По объему После Угля Вторым Самым Самым Большим Сегментом Грузов Порту Риги Это Даже Скономерно Вряд ли Для вас Это Была Сенсация Какой-то Не Ну Это Как бы Почему Это Важно Потому Что В основном Это Это Местный Экспорт То есть Это Не то Что Чисто Транзит Что-то Приходит И уходит Но В основном Это Обрабатывается Здесь Латвия То есть Это Добавляемая Стоимость Некоторые Услуги Или Обработка Происходит И в порту Импрегнации И некоторые Еще Услуги То есть Это Добавляет Стоимость Это Такая Наверное Из Сегментов Грузов На которые Мы И ставим Свою Карту И на Которую Будем Работать И Должен Сказать Что Этот Груз Очень Довольно Связан И С Великобританией То же То есть Наверное И Brexit В каком-то Плане На это Будет Клиять Но Я Надеюсь Позитивно Да Что Касается Еврофондов Ну Мы Знаем Что Еще Осталось Чуть Времени Для Освоения Вот Этих Фондов Которые Были В этом Финансовом Период До 2020 Года Что Еще Достается Порту В оставшееся Время Или Уже Все Проекты Я Уже Говорил Основное Это Переезд Для Мост На Кунзинсову То есть Это С помощью Европейских Фондов Но Мы Как Порт Смотрим И Направление Так Назаваемых Софт Проектов То есть Они Может Быть Финансово Небольшие Но Также Они Помогают Решать Всякие Важные Нам Задачи Или Проблематику И Направление Окружающей Среды Я думаю Что Ближайшие Перспективы И С этими Даже Это Не Кахезия И Не Структуральные Фонды Но Без Этих То есть Есть Ряд Еще Финансовых Инструментов Что Мы Сделаем Как Б Хорошие Хорошие Объекты В том числе Относительно Ну Как Создать Отдыха То есть У нас Мы Все-таки Порту Имеем Довольно Много Территорий Которые Находятся Под Охраной Окружающей Среды Как Парки И Здесь Вместе С Энтузиастами И Организациями Которые Над этим Работают Я думаю Что Мы Сделаем Такой Хороший Пару Хороший Проектов От Которых Будет И Польза Для Горожан И Для Тех Которые В Ригу Приезжают А что Казалось Свободных Территорий Наверное Часто У вас Спрашивают Еще Свободные Территория Для Развитие Порта Еще Расширение Да Но Как я Уже Говорил Несколько Раз До Этого Смысл Свободных Территорий Их Только Тогда Когда Есть Спрос На Них Или Есть Груз Который Там Грузить То Если Так Смотреть Чисто С точки Зрения Географии Мы И Довольно Много Свободных Территорий В том Числе Те Самые Спиловодские Луга Очень Большая Территория Да Это Где-то 450 Гектаров Гринфилда Или Зеленой Территории Конечно Все Сразу Я думаю Что Такой Подход Вряд ли Будет Такого Масштаба Проекта Вряд ли Будет Но Мы Постепенно И На Эти Территории Будем Работать То Конечно Основная Часть Этой Территория Это Не Подходит К воде То есть Причалам Но Все-таки Местонахождение Наличие Дорог И наличие Железной Дороги Дает Там Преимущество Развивать Те же самые Центр Логи Центр Или Потенциальные Места Для Призводства Так Что Постепенно Будем Развивать Эту Часть Как Минимум Сделая Насип Песка То есть Когда Будем Вырабатывать Грунт Долговый Переемся Ненадолго Новости Реклама Потом Продолжим Не Переключайтесь 612-12-939 Телефон Прямого Эфира 612-13-939 Можете Звонить Задавать Вопрос Нашему Гостю Сегодня На гостях Управляющий Ирическим Свободным Портом Анци Зелтинч Пошли Раз Когда Вы были Мы тоже Говорили Наверное Понятно Что Специфика Радио Не все Может быть Слышали Услышали Мы знаем Что Готовился Очень Основательный Визит Президента Белоруссии Все-таки Белоруссия Была Остается Я думаю Еще и будет В дальнейшем Нашим Тоже важным Партнером В транспорте В транзите И логистике Что касается Белорусского Направления Что там Происходит Да Белорусское Направление Было И остается Одним Из важнейших Я думаю Не только Для Порта Риги Но для Латвии Вообще Учитывая То что Мы имеем Границу Конечно География Играет Свою роль И я думаю Что Только В наших Руках Это Развивать И Как бы Эти Отношения Укреплять Еще больше Относительно Визита Я надеюсь Что этот Визит Состоится Это может Быть Как бы Вопрос Какого-то Времени Но Я очень Надеюсь И верю Что этот Визит Состоится И в конце Концов Это повлечет Больше 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 И коммерческих Коммерческих Таких Достижений И проектов Тем более Я так понимаю Что президент Беларуси По-моему Может быть И в порт Заглянет Да Я очень Надеюсь На это Я думаю Что в этом В этом плане У нас У нас Все есть И я думаю Что это И вопрос Нашего Бизнеса В том числе Дерево Обрабатывающего Мы имеем Очень Очень Високую Високие знания Экспертизы Относительно Обработки Древесины Это вопрос Важен И для Беларуси Я думаю Что в этом Плане Тоже Возможно Хорошая Синергия И Что В конце Конца Будет И довольно Приличный Объем И белорусских Грузов Древесины По Турии То есть Не только Шипа Но и Разного Продукта Ну И я так понимаю Что все равно Россия Несмотря на все Политические Геополитические Сложности Все таки Сотрудничество Продолжается И с российскими Партнерами Да То есть Груза Груза Идут Как Всегда Никто Не может С гарантией Сказать Что это Так будет Навсегда Или что Это будет Продолжаться Там 5 лет 2 года Или 10 лет Это все таки Зависит От 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 Людей От отношений От Геополитики И от В принципе Геоэкономики То есть Глобальной Экономики Но По-любому Я думаю Что Как бы Те пути Которые Объективны По логистике Они Останется То есть Порт Рига И порты Латвии То есть Этой цепочке Есть И Вопрос То есть Объемов Он может быть Количество Но То что Что-то Пропадет Вообще Я думаю Что Я все таки Оптимист Так что Пока В том числе Относительно Угля То есть Это направление Работает И Я надеюсь Что мы Объективно Можем И С этими Грузами Работать В ближайшую Перспективу Вперед Понятно Что На Балтике Все порты Каким-то образом Другого Конкурента Может Огрузов Столько Сколько Есть Но Можно Вообще Говорить Что Все таки Порты Несмотря На всю Конкуренцию Каждый Из портов Какую-то Свою Нишу Занял Куайпеда Своя Ниша Таллиннский Своя Урежского Своя Улепая Своя Ниша В каждом Порту Есть Компания Сидора Которые Каком-то Плане Работают Только На Этот Порт Есть Конечно Игроки И Сидоры Которые Масштабные Которые Работают На Все Порты Каком-то Объеме И Не Только Прибалтика Но Мы Должны И Смотреть Направление И Финляндии Финны Тоже Довольно Активно Довольно Активно С Россией Работает И В этом Плане Развиваются И Российские Груза В том Числе Тоже Самый Уголь И Те Же Самые Ну По-простому Говорят Трубы Для Нордстрима То Есть Они Возятся Сейчас Через Порт Котко В Финляндии То Финны С Этим Работает А Мы Отказались Ну Я Говорю То Политика Свою Роль Играет И Конечно Политика Каком-то Плане И И Финансово Коммерческой Роли То Есть Это Мы Все Должны Учесть Как Это Будет Это Покажет Конечно Будущее Но Мы Свою Нишу Должны Держать Вот Если Посмотрим По Латвийским Портам Это Я Тоже Несколько Раз Говорил Важно То Что Окей Мы Конкуренты Но Мы Конкурируем Не Теряя Грузопоток Через Латвию Как В целом Даже Если Какое Переопределение С Ригой Лепой Происходит Все Равно В целом Это Через Латвию Лепая Работает И Довольно Долго И Очень Активно Работает Относительно Зерна То То Они В этом Свою Руку Набыли То Это Можно Сказать Их В каком То Ниша Это Не Значает Что Через Ну Как Бы И В Риге Есть Зерно И Довольно Приличные Объемы Но Все Каждый Имеет Какую-то Набытую Руку На То Что Перевозится Тоже 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 Самая Древесина То Есть Очень Большой Объем То Есть Свыше 5 Миллионов Тон Прошлый Год То Через Древесина Прошла Древесина Это Учитывая Удельный Вес Это Очень Очень Много Ну Вот Что Казается Китайцев Мы говорим В самом Начале По Электронной Коммерции Я Конечно Есть Два В принципе Теоретически Два Варианта Это Так Назоваемый Новый Шелковый Путь Через Джерис Континент Это Связано С Железной Дорогой И Развитием Вот Этих Трансконтинентальных Перевозок С Которыми И Латвийская Железная Дорога Как бы Работает Это Одно Направление Но Я думаю Что Это Очень Долго Срочку Это И Вся Зана С Белоруссией И С Большим Камнем Как это Будет Развиваться И Другой Путь Это Морской Один Вопрос Относительно Той же Самой Белоруссии Там Китай Развивает И Размешает Какие-то Совместные Совместные Заводы Это Означает Относительно Комплектирующих Частей Которые В основном Приходят В Контейнерах По Морскому Пути И Это Тоже Часть На Которую Мы Можем Реально Смотреть Да Вот Если Говорить Об управлении Портом Я думаю Наши Радиослушатели Пока Не имеют Тех Кто Следят За Информацией В курсе Что В порту Есть Порт Исправление Там Четыре Представителя От государства От министерств И Четыре Представителя От Рижского Самоуправления Мы знаем Все эти Политические Сложности Связаны С тем Что Те Партии Которые Представлены В правительстве Они В оппозиции В Вережеской Думе Наоборот И Наоборот Вот Тем не менее Взаимодействие Происходит В правлении Может У кого Создаваться Ощущение Что И у вас Правление Какие-то баталии Идут Политические Или там Конструктивная Работа Нет Я должен Сказать Что Как бы Это Не было Конечно С обоих сторон В принципе Исторически Ну Как бы Люди Номинируются Политически Но Как минимум Мой опыт Что Позитивно Что все-таки Решение Принимается Хозяйственно Это означает Что Политика Не влезет Относим Решений Которые В основном Практически И хозяйственно Я надеюсь Что так И продолжится То есть Часть Часть Представителей Из государства Поменялась Но Я бы Сказал Что Сейчас Все идет Правильное Направление Относительно Относительно Что будет В Рыжской Думе Это опять Как бы Немножко Ни в решении Ни правления Ни меня Как управляющего Это зависит От Рыжской Думы То есть Любые Представители В порту От Думы Номинируются Решением Думы То есть Если Дума Не сможет И Не захочет Не сможет Или По каким-то Еще причинам Такое решение Не будет То Конечно Существующий Состав Не поменяется Но в любом Случа Какое-то Взаимодействие Будет Потому что Я так понимаю Что это Как бы Совместное управление Портом государства И самоправление Постоянно Дут дискуссии Я так понимаю Торги Торги идут Да Но и Политически Были разные Идеи О том О перенятии Порта государства Но я так понимаю Что эта модель Сейчас более Оптимальная Которая работает До сих пор Как вам Тут вопрос Капитализации Ну как бы Переделывать Как бы Акционерное общество Такой 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 Юридический статус Он Он не то что Неправильный Он тоже Правильный Он существует И И Множество Странах Порты Так и Работает Но Любое решение Оно должно Приниматься С какой-то Целью С какой-то Идеей Что мы С этим Хотим Достичь И что С этого Порт Будет развиваться Лучше И что С этого Будет польза Относительно Государства Муниципалитет Ну я тут Тоже могу Привести Пример Финляндии Финляндии По-моему Кроме Могу ошибиться Но по-моему Кроме Одного Порта От Где-то Около 60 Все 100% Принадлежат Конкретным Муниципалитетам В том числе И Порт Хельсинки Ну если Италлин Видимо И Италлин Эстонцы Пошли По своим Путем Пошли Другим Путем То есть Они Вообще Скотировали Таллинский Порт На бирже Но То есть Скотация На бирже Это Принципе Приватизация Да То есть Там Если Что-то Котируется На бирже Это Если По-простому Говорить Это Приватизация Там По какому Объему То есть Какой Там Процент Это Другой Вопрос Но По принципу Это Приватизация То есть Это Довольно Если Смотрим Относительно Таллина Это Конечно Довольно Я бы Сказал Интересный Подход И Как У Эстонцев Это Пойдет Это Тоже Вопрос Потому Что Как Бы Это Не Было Порт Или Правление Порта Все Таки И Свои Социальные Такие Обязательства Которые Не Чисто Не Приносит Прям Прибыль А Если Ты Катируешься На Бирже Все Таки Основная Цель Это Дивиденды Для Акционеров То есть И И Как Бы Повышение Повышенной Ценности Акций Так что Это Такой Интересный Вопрос Но Посмотрим А вот Что касается Тивидора В принципе Это Те Тивидоры Которые В Русском Порту Которые Работают Уже Годами Или Все Есть Тенденция Что Приходят Новые Тивидоры Или Это Те Костяк Который Чуть Ленин С 90 Годов Если Мы Смотрим По Таким Который Делает Основной Объем То Конечно Они Работают Уже Много Много Лет Это Тоже Связано О том Что Любое Практическое Действие В Порту Она Все Так Связана С Довольно Большими Капиталовложениями И И Зачастую Сейчас Даже Если Так Смотреть Зачастую Прийти То Если За тобой Не стоит Какая-то Большая Компания Там Не важно Либо Оператор Контейнеров Либо Грузовая Компания Либо Какой-то Из Больших Логистантов То Это Довольно Сложно То То есть Это Не то Что Ты Придешь В порт Сделаешь Терминал И Сейчас Сразу Через Тебя Кто-то Будет Что-то Грузить И Переваливать Так что Это Тоже Такая Миф Что Ну Как бы Вот Если Ты В порту То Все В шоколаде И Там Все Сейчас На самом деле Расходы Затраты Очень Большие Один вопрос Это Инвестиции Риск И Севедор Работает Относно Перевалки Грузов И Этот Груз Должен Привлечься Это Тоже Непросто Это Очень И Ждать Пока К ним Придешь И Просто Сегодня Просто Ждать Вообще Нету Смысла То есть Это Это Время Прошло Поскольку Все-таки Лето Начинается В полном Разгаре Давайте Еще Может быть Несколько Слов Напомним По поводу Конечно Круизных Кораблей Развития Здесь Да Сезон Круиза Начался Это Не Значает Что Вообще Первый Круизный Пароход Появился Май Первый Круизный Пароход Появился В начале Года Но Если Так Смотреть Сезон Круиза Он Начинается Где-то Мы Считаем Начало Мая И Где-то Там До Сентября Включая Сентябрь Да Активный Сезон Начался То есть Появились Первые Первые Ну то есть Те конкретные Суда Не заходили То есть Это Это Позитив По-моему Сейчас Где-то Июня Уже Один День Где В одном То есть Сразу Будет Четыре Круизных Парохода Сразу Это Тоже Небольшая Такая Не то Что Проблематика Но все Так Надо Все Принять Ну да Тут Немножко Будет Как бы Логистика Как их Расставить Мы Мы хотим И рассматривать Вот На правом Берегу То что Ковыш Экспорт Востон То есть Потенциально Развивать И это Место Для Круизных Судов Но тут Есть Своя Своя Проблематика Навигации Так называемая Дамба Причем Это та Дамба Которая Сейчас По-моему Где-то Прозвучала В прессе Что Там Запретили Народу Гулять Но это Чисто Из соображений Безопасности Это чисто Из соображений Безопасности И Относно Круизных Судов То есть Если Эта Часть Будет Развиваться Частичными Эту Дамбу Будем Убирать То есть Это Дамба Для Управления Потока Далгавы То есть Это Было Важно Когда В Далгаве Еще Лед То есть Не Было Гидроэлектрические Дамбы То есть Тогда Это Было Важно Сейчас Она Как бы Своего Основное Преимущество Или Назначение Потеряло И То есть Чтобы Там Затянуть Побольше Пароходов То есть Круизные Суда Все-таки Где-то Около Трехсот Метров В длину То есть Мы Немножко Эту Дамбу Будем Демонтировать Но Как бы Все Весь Остальной Участок То есть Наверное Его сделаем Позитивно Качественно И потом Там То есть Нету Никаких Возражений Что Народ Попадает И Жители Годород Попадает Около Долгава Около Воды Но Конечно Безопасность Она Все-таки В первом Плане В первом Плане Так Технологически Когда Эти Круизные Корабли Вот Том Сле Вы Сказали И те Корабли Которые Раньше Не заходили Они Заходят Они Что Стоят Несколько Часов Или Это Может Быть Даже Целые Сутки Есть По Очень Разному Такая Наверное Классика Восемь утра Заходит Восемь вечера Уходит И Дальше Уже Вот Есть Которые Стоят Одни Ну То есть Остается На ночь Есть Иногда Которые Стоят Несколько Суток Но Это Довольно Редко Классика Зависит От Того Это Длин То есть По Дням Длинный Круиз Или Короткий То есть Если Круиз Конечно Вообще Вес Круиз Длится Там Пять Дней Скажем Так Если Это Короткий То Конечно И Питстопы В портах Они Короче И Это Та Часть В этом Плане Мы Не Не Примущества Потому Что Все Таки Залив Надо Заходить То есть С Основной Основной Циркуляции Вокруг Балтийских Портов Балтийского Мора Заход Рыщевый залив И занимает Где-то Туда Туда И обратно Где-то Восемь часов Много Мне казалось Меньше Ну То есть Целый круг Получается То есть Это 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 Как бы Такая Географическая Особенность Особенность Которыми Поменять Не можем Но Как бы Чем лучше Будет Город Чем Здесь Будет Больше Интересных Экскурсий Тем Больше Конечно Народы И Туристы Потянется Сюда А здесь У вас Есть Взаимодействие Часов Есть Даже Восемь Часов Иногда И дальше Туристик Компании Занимается Когда они Сходят На берег Конечно То есть Порт В этом плане Никак Не занимается Но Мы конечно И говорим С туристическими Компаниями Говорим И С городом То есть Потому что Это Как Город И Компании Все Игроки В туристическом Бизнесе Могут Себе Показать То есть Если У нас Есть Хорошие Веши Мы их Не можем Показывать Или Не хотим То конечно Никто Одних Не узнает И никто Тут Не поедет Так что Это Как мы Себе Можем Рекламировать Как мы Себе Можем Показать И С этого Наверное И будет Развиваться И круиз Может быть Это Больше Конечно Я понимаю Что с Тивидором Но Тем Не менее Вопрос Вообще Рабочей Силы Это Наверное Проблема Ну да Тут Наверное Это Зависит От Категории Нельзя Сказать Что Вообще Рабочая Сила Сила В порту По Разным Профессиям Что Она Как бы Проблема Но Есть Некоторые Профессии Если Смотрим Относительно Стивидоров И Конкретно Докеров Которые Работают Уже Довольно Сложными Машинами В том числе Экранами То есть Это Тот Сегмент Который Который Не хватает И Это Тоже Тот Сегмент Который Как бы Ты Сразу С улицы Человека Не возьмешь То есть Там должна быть Определенная Подготовка Определенные Знания И Определенные Навыки Так что Это Наверное Та направление Где Содействие Школами Мы Должны Работать Если Смотреть Вообще Долго Срочку Тут Мой Коллега С Ратердама Сказал Хорошие Слова Говорит Все Те Профессии Которые Сейчас Мы Готовим Через Двадцать Лет Никому Не Будет Нужны Говорит Надо думать И об этом Да Технологии Развиваются Так быстро Что Некоторые Профессии Умирают Просто Буквально Мы даже И не Вспоминаем О них Хотя Ну да Это С учетом То Что Мы Сейчас Подготавливаем То есть Реально Человек Будет Работать Через Пять Кто-то Станет Экспертом Через Десять Лет И Уже Технологии Будет Такие Что Посмотрим Да Антис Зелтович У нас был В студии Управляющий Решским Свободным Протом Большое Спасибо.